Музея Мания И сегодня я проведу вам экскурсию по своему тайному музею, мастерской. Это живой музей, я в нем работаю. Здесь проходят лекции, здесь есть постоянная экспозиция, рождающиеся работы, работы различных художников, которые я показываю на выставках. В этом помещении я работаю, здесь включается яркий свет. И когда я остаюсь одна, я пишу, выполняю разные заказные работы, портреты, пейзажи, жанровые композиции. И вот часто, конечно, меня спрашивают, а что художник пишет для себя? Вот что вы пишете для души? И здесь это можно видеть. Здесь сложилась стихийная экспозиция картин на духовную тематику. В основном про ангелов. Постепенно получилось, что это стало моей любимой темой. А началось все вот с этой работы. На тему Александра Невского явление ему Бориса и Глеба. Пелукси ему возвещает, как Борис и Глеб на огненной ладье, прибывает и говорят о помощи в предстоящем сражении и защите Новгорода. И прежде чем приступить к работе над этим полотном, я решила, так как изображены святые, получить благословение. И получила благословение знакомого батюшки. Настолько на меня это подействовало, что именно после этого у меня и пошли ангелы. Ангелы пишутся на специально подготовленных холстах, оставшихся между заказами краски на палитре. То есть я пишу абстракцию и через некоторое время позволяю на ней проявиться неким образом. Некоторые даже триптихи, они даже не были так задуманы. Они родились такими, они проявились. Как сказала одна моя очень хорошая посетительница, что мы не создаем ничего нового, мы проявляем то, что создано. Зеркальный человек — это тоже ангел. Он был создан в 2007 году. В моем музее он, пожалуй, является моим любимым экспонатом. Проект «Новый ангеларий» объявил художникам изобразить в наше время, как мы представляем себе ангелов. Экспозиция была в Музее современного искусства в Ямолаевском переулке. Был сделан даже каталог, вот такой интересный, в виде треснувшей подушки. Здесь собраны очень интересные художники различных направлений. И вот моя работа. Когда я создала этот объект, я помещала его внутрь зеркального куба, где он отразился сам в себе. В каждой его грани отразились его же грани. И мне это напомнило о измельчении до бесконечности, вплоть до темной материи, из которой состоит наша Вселенная на 90%. То есть темная материя — это некое вещество, которое не поймали, не изучили, но доказано, что оно есть. Оно не взаимодействует с веществом, с материей и пронизывает нас ежесекундно, и несет информацию о первом взрыве. То есть для меня это явилось символом чего-то ангельского. Это полотно называется «Квинтэссенция». Квинтэссенция — это пятый элемент или пятая сущность. На картине изображена пятая стихия, эфир, тончайшая, пронизывающая весь мир душа, дух мира, одухотворяющая все тела. Природа — это живое целое, пронизанное единой звездной душой, невидимой и не связанной ни с чем. Здесь находится кабинет графики, но, несмотря на это, здесь хранятся и полотна живописные большого формата. Скажу сразу про это полотно. Эта картина была написана в рамках проекта «Красные ворота против течения», где ряду художников было предложено изобразить и проиллюстрировать темы просветителя 17 века Амоса Каменского, который в свое время написал труд «Чувственный мир в картинках». Он иллюстрировал различные понятия, просвещал в своем 17 веке. А нам вот в нашем, в 21-м, предложили. И мне досталась одна из ста тем — тема «Отходы». То есть отходы производства, прежней жизни к будущей, от нелюбви к любви, от жизни к нежизни. В общем, в этом полотне много разных смыслов, но большинство зрителей предлагает это отнести к теме экологии. Это мой кабинет. Здесь я работаю над мелкими эскизами, над размышлениями, над проектами. Вообще хочу сказать, что в данном помещении до меня работал фотограф Александр Стернин. И он жив, мы дружим. Он мне оставил это все в наследство. От него мне достались некоторые артефакты, которые демонстрируют как раз слои времени. Например, пианино с клавишами из слоновой кости, резьбой стиле модерн. Советский несгораемый сейф стоимостью 31 рубль. Ящики для картотеки, теперь у меня там хранятся краски. Все используется. Почему я и говорю, что мой музей живой? Здесь нет застывших предметов. Здесь можно все потрогать. Здесь можно все рассмотреть, подвигать. А главное, это все живет жизнью. Это кабинет «Моя коллекция». Здесь хранятся работы, которые принадлежат мне, но не моей кисти. Среди них есть особенный экспонат. Это портрет Высоцкого, фотопортрет Высоцкого, который висел в фойе театра на Таганке в его золотые годы и даже при жизни Высоцкого и после его смерти. То есть если бы предметы впитывали энергетику и накал интереса того времени, то это, можно сказать, тот самый случай. Вообще с Высоцким связан фотограф Александр Стернин, который работал в этой фотомастерской. И после него мне достались фотографии Высоцкого из его личного домашнего архива и сделанной при жизни. Некоторые переснимал сам Саша Стернин. Он явился его, можно сказать, архивариусом. Так как они подружились, он эту историю рассказывает сам. И здесь можно наблюдать, помимо известных фотографий Высоцкого, начиная с его детства, до редких и очень интересных снимков. Семейный альбом Высоцкого, который могут полистать любые зрители. Здесь я хочу сказать, что я примкнула к художественной династии Чарских. Мой первый муж, художник Евгений Чарский, его бабушка и дедушка, известные художники, академики Чарские. И его отец тоже. Значит, вот он сделал такой каталог. У меня есть несколько работ этой династии. Вот, значит, Ирина Алексеевна Чарская. Я ее застала, мы с ней общались, сразу нашли общий язык. Она меня называла внучкой. И я очень люблю ее творчество, оно очень разнообразно. И я с гордостью о ней рассказываю, ее представляю, изучаю. И поддерживаю память и известность творчества. Вот у меня есть некоторые работы Ирины Алексеевны Чарской. Также ее муж, дедушка моего первого мужа, Евгений Гаврилович Чарский. Они академики. Закончили Ленинградскую академию художеств имени Репина. Жили они в Ростове-на-Дону. Здесь вот много иллюстраций по Тихому Дону. Их сын Алексей Чарский тоже был художником, учился в Суриковском институте. И другом детства и всей жизни был его Александр Кайдановский. Наше путешествие смогло охватить далеко не все уголки, загадки и интересные моменты моего музея. Кто интересуется историей, искусством, процессом создания произведений, кто хочет раскрыть какие-то загадки творчества, я приглашаю посетить мой музей по предварительной записи. Жду вас в гости. А это была программа Музея Мания. Всего вам доброго. До новых встреч.